Добрый день, дамы и господа. Рад приветствовать вас на очередном обзоре Инвестиционной Академии Аль-Пари, который посвящен анализу рынка и торговле по рынку согласно правил торговой системы Черепах. Меня зовут Антон Козюра и сегодня мы будем продолжать отслеживать три валютные пары, которые мы взяли за основу для своей торговли. Собственно, несколько ситуаций у нас изменилось, забегая вперед скажу, изменилось каким образом. Те позиции, которые на прошлом обзоре у нас были набраны, они были закрыты по стопам. Первая позиция была закрыта в небольшой минус и вторая позиция была закрыта в минус 6,5%. Вот таким образом. То есть то движение, которое мы рассчитывали, будет началом тренда, оно не стало им, к сожалению. Ну, на то и система, чтобы следовать ее правилам. Соответственно, мы в обеих случаях, в обеих ситуациях, а это, напомню, датская крона и шведская крона, в обеих ситуациях мы понесли убыток. Соответственно, по правилам торговой системы 1, которую мы выбрали для своей торговли, напомню, она более подкосрочная, мы, по сути дела, следующие входы обязательно берем, то есть были убыточные сделки, соответственно, следующий вход мы не пропускаем, а входим на 20-дневном прорыве и, собственно, отрабатываем. Уже просчитаны лоты под текущую волатильность и уже выставлены ордера, собственно, под этот вариант. Обвлекаясь, хочу сказать, что если рассматривать ситуацию фундаментальную по этим трем парам, то она следующая. Если рассматривать со стороны процентных ставок, то стоит отметить, что на данном этапе по всем трем валютам процентные ставки находятся на исторических минимумах и пока что не поднимались. Так вот, если будут изменения либо в монетарной политике, либо Центробанков, собственно, Дании, Швеции, либо Норвегии, либо в монетарной политике Федеральной резервной системы, мы знаем, что, собственно, Федеральная резервная система намерена повышать ставку, то мы вполне можем в этом году получить несколько длинных трендов. Соответственно, мы нацелены на то, чтобы эти тренды обязательно, в обязательном порядке взять. Для этого нужно выполнять правила торговой системы. Ну и давайте более детально рассмотрим, согласно графику, текущую рыночную ситуацию. Итак, первая валютная пара – это датская крома. Напомню, что мы продавали пару на проливе 20-дневного канала. Он у меня обозначен красной линией. Соответственно, вот здесь 6,9585 отметка. Некоторое время цена шла в нашу сторону, позволила набрать нам то количество юнитов, которое у нас допустимо, а это три юнита. Но, к сожалению, развернулась и пошла в обратном направлении. Как вы можете видеть, закрытие у меня происходило по пробою вот этого 10-дневного зеленого канала на отметке 6,9435, то есть чуть лучше цены входа первого юнита. Но в целом позиция была убыточной, поэтому следующую позицию, согласно правил торговой системы 1, мы будем однозначно брать, то есть входить либо вверх на пробитие 20-дневного канала, который, напомню, красной линией обозначен. Ордера у меня уже выставлены, 3 вольта. Либо вниз, опять-таки на пробой 20-дневного красного канала, который на данном этапе совпадает с границами 55-дневного канала. Соответственно, если вот эта наметившаяся коррекция будет продолжаться, я думаю, что скорее вниз. Ну, это рынок, поэтому будем смотреть, будем смотреть, куда же он на самом деле пойдет. Далее, шведская крона. Прошедший вход у нас был осуществлен на пробое, опять-таки, 20-дневного минимума. Мы продавали пару на отметке 8,84-87. Цена прошла в нашу сторону. Некоторое количество пунктов позволило, опять-таки, нам набрать 3 вольта. Однако, цена развернулась и закрыла все 3 наши юнита по 100+. Тут точно такое же правило. Соответственно, мы будем входить при пробое вниз 20-дневного канала. Вот на отметке 8,75-94 будем продавать первый юнит. И будем покупать первый юнит при пробое верхней границы этого же канала на отметке 9,06-61. Вот таким образом. Соответственно, ждем. Сейчас цена потихоньку движется к верхней границе 20-дневного канала. Если она хотя бы на один пункт преодолевает, мы покупаем. И далее, та валютная пара, по которой у нас еще не было входов, мы пропускали предыдущий вход по ней согласно правилам системы 1 по пропуску входов, которые следуют. Итак, мы пропускали по норверской кроне вход, который мог бы быть осуществлен вот здесь на пробитии максимума 20-дневного на отметке 8,4199, он бы завершился у нас вот здесь на обратном пробое противоположной границе 10-дневного канала, который зеленой линией обозначен, на отметке 8,4306. То есть чуть лучше входа первого юнита. Ну, соответственно, если бы мы набирали еще несколько юнитов, то в целом у нас позиция была бы убыточная. Соответственно, мы имеем на данном этапе полное право осуществлять вход либо вверх на пробое верхней границы 20-дневного канала, которая у нас располагается на отметках 8,6309. Видите, у меня тут ордера уже расставлены, посчитаны лоты. Либо мы будем продавать на пробое 20-дневного минимума, которые находятся у нас на отметке 8,4239. Соответственно, тут пока что у меня ордера не выставлены, да, но это дело в двух минут. Главное, что вот по счетам, собственно, есть текущая волатильность и по большому счету выставить эти ордера, селстопы не составит особо откуда. Вот таким образом выглядит ситуация на рынке в данный момент по тем трем валютным парам, которые мы выбрали для своей торговли. Собственно, если интересно, продолжайте следить за обзорами. Если есть какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста, их в комментариях. Ссылки на правила торговой системы черепах будут внизу в описании под видео. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До свидания.